За оставление человека в опасной для жизни и здоровья ситуации без оказания помощи гражданину грозит уголовное наказание – от взыскания штрафа до реального срока лишения свободы. Даже при наличии оправдывающих причин их нужно будет доказать в суде. Мера наказания зависит от ситуации и последствий неоказания помощи, комментирует помощник Одинцовского городского прокурора. Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за остановление человека в опасности. К ответственности привлекается лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное заботиться о потерпевшем, находящемся в опасном состоянии в силу закона, профессии, рода, деятельности или родства, либо по причине того, что своими предшествующими поведениями само поставил потерпевшего в опасное состояние и имело возможность без серьезной опасности для себя или других оказать этому лицу помощь. Такую обязанность несут, например, родители в отношении своих несовершеннолетних детей, лица, обязанные по договору заботиться о гражданах, например, сиделка, инструктор по плаванию, проводник в горах. Потерпевшим признается лицо, находящееся в опасном для жизни и здоровье состоянии, лишенное возможности принять меры к самосохранению по причине малолетства, старости или беспомощности. В случае, если лицо само поставило потерпевшего в опасное для жизни состояние, независимо от того, имелась ли его вина в этом, оно обязано оказать помощь. Например, если потерпевший получил вред здоровью при столкновении с машиной, водитель транспортного средства, даже если он не нарушал правила дорожного движения, должен принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему. Преступление считается совершенным самим фактом уклонения от оказания помощи. Самое суровое наказание за данное преступление – лишение свободным сроком на один год.